Всем привет! Как у вас дела? Как погода? У нас вроде все нормально. Погода немножко потеплее стала. Было несколько дней больше минус 30. На улицу выходишь, аж все пуховики трещат. Идешь прям такой скрип. Ну, сейчас вроде потеплее. 23-22. Мы живем в Барнауле. Кто не знает, а то многие спрашивают, где живете, какой у вас регион. Юго-Запад Сибири. В общем, зима у нас вступила в свои силы и морозы взяли свое. А то так долго-долго, весь ноябрь прям вообще тепло было и температура плюсовая. Дождик шел, слякоть. Было непривычно для нашего региона такая погода. Зато сейчас все нормализовалось. Я готовлю обед. Рецепты не новые. Ну, я буду показывать. Может быть, тоже будете смотреть и что-то себе возьмете. У меня здесь грудка куриная. 550 граммов. Я нарезала вот такими слайсами тоненькими. Слегка подмороженное. Добавляю одно яйцо. Специи совершенно любые. Да, я думаю, многие так готовите. Ну, просто напоминаю рецептик. Соли. По вкусу, все по вкусу. Добавлю немножко куркумы для цвета. Хмели-сунели. Черный перчик. Крахмал картофельный. Я добавляю где-то 2 чайные ложечки с горкой. Крахмал придает такую мягкость и нежность любому мясу, когда добавляешь и вот постоит в этой смеси. Соевый соус немножечко по вкусу. Если соевого нету, да не обязательно. Можно сметану. У меня майонез домашний. Где-то 3 даже столовые ложечки добавлю. Я много сделала, поэтому не жалею. Он у меня густенький, вкусный. Можно даже 4 ложки добавить. Немножко масла подсолнечного для сочности куриц. Ну, где-то 1-2 столовые ложки. Вот так хватит. Все это руками же перемешаю. Иногда делаю заранее вот такую смесь. Закрываю крышкой в холодильник и на следующий день жарю. Мясо просто тает во рту. Любое причем мясо. Даже говядину можно так сделать. Видите, какая жидкая масса получилась. Теперь отставляю, пусть тает, пропитывается. Я гарнир приготовлю. На гарнир буду готовить капусту тушеную, но немножко другой рецепт сделаю. Молоко добавлю. Я так не готовила с молоком. Всегда нужно пробовать что-то новенькое. Если меня рецепт заинтересовал, ну, я как бы вижу, что все-таки это должно быть вкусно получиться. Иногда и не получается то, что желаешь приготовить. Вроде смотришь, рецепт хороший должен получиться, ингредиенты нормальные. Готовишь, в итоге вообще ни вкуса, ни вида, ничего. Но я такими рецептами не делюсь. Понадобится, конечно же, одна луковица нарежу четвертинками. И морковь одна штука. На крупной терке потру. Видите, у нас уже солнышко из-за домов встает. Снова освещает кухню. Сковороду нагреваю. Добавляю где-то 2-3 столовые ложки подсолнечного масла. Хочется добавить сливочное масло. Грамм 20 кусочек тоже сейчас все это растопится. Добавляю морковь с луком вместе. До легкой мягкости обжарю. Случок с морковкой такие стали. Мягенькие слегка. Капусту нашинковала. У меня здесь ровно килограмм. Она же потом уменьшается в размере. Сначала кажется много-много-много. Потом не так много. У меня сковорода-то большая. Аккуратненько капусту перемешиваю. Воды я не добавляю. Она все равно немножко жидкость даст. Крышкой не закрываем. Капуста остела. Удобно перемешивать. Капусту не тушить. А жарить нужно. Она слегка-слегка дала влажность. Но жидкости внизу нет. И нужно, чтобы она снизу как бы немножко прихватилась. Даже поджарилась. Оставлю на время, чтобы она там подзолотилась. Но не сильно, конечно. А то будет горелая. Во дворе у нас снежок. Белый, чистый. Но его нынче не так уж и много. Беленький, да? Я обед готовлю. А кто-то сладко-сладко отдыхает. Проверим капусту снизу. О, немножко прижариваться стала. Я даже, знаете, огонь сильно сделала. Когда прижаривается, такой аромат вкусный идет капусту. Пусть еще снизу прижарится. Она такая еще хрустящая. Я попробовала. Надо, чтобы коричневые вот эти зажарочки были. Переместилась на большую конфорку, чтобы она побыстрее поджарилась. Сразу-то что-то не додумалось. Посмотрите, то, что нужно. Еще такой момент. Когда шинковать капусту, нужно ее чуть-чуть потолще. Я на терке тонкой нашинковала. В следующий раз сделаю покрупнее соломку. Вот зажарочки такой нужно. Ну, побольше. Она не пережаренная. Такая вот золотистая получается. Просеящая. Ну, я думаю, достаточно, потому что она уже готова. И с легким-с легким хрустом. Что теперь будем делать? В этот момент нужно добавить молоко. По рецепту на это количество добавляется 200 граммов стакан. Мне кажется, что-то многовато будет стакан. Вот я взяла 100 граммов. Ну, посмотрю, если нужно еще добавлю. А она, видите, сразу как впитывает. И в этот же момент добавляем специи, какие желаете. У меня здесь соль, куркума и смели-сунели. Сейчас это все перемешать и вот так присыпать. Потому что капуста горячая и все впитывается в молоко. То есть, тушиться сочно не будет. Аромат сразу пошел в специи. Капуста прям сильно-сильно дает аромат. Не плавает капуста в жидкости. Замечательно. Да, я сейчас еще добавлю 100 граммов молочка. Огонь убавлю немного. У меня прям сильный. Полный шоколадник, я не вижу, какой огонь нормальный. Еще добавляю 100 граммов. В общем, стакан получается. Перемешиваю. Прикрыть крышкой и минуток 3-4 вот так поготовить. Ну, в принципе, у меня уже она-таки готова. Сейчас с молочком соединиться еще. Смотрим. Ну, я ее несколько раз перемешала. Два раза. Она хрустященькая такая. Все, готово. Такой вкус сливочно-молочный. В следующий раз я обязательно буду так готовить. Покрупнее соломку сделаю. Пока готовила капусту. Мяс у меня уже постояло. Я еще хочу добавить сушеный базилик. Аромат лета сразу. Еще добавляю муку. Раз, два. Столовые ложки. Ну, получается вот такой кляр. Еще можно ложечку. Ну, и все достаточно. Жарим мясо. Подсолнечное масло наливаю. И обжариваю кусочки. С двух сторон обжаривается очень быстро. Огонь умеренный. Сильно плотно мясо не кладу. Так быстрее обжаривается. Чтоб небольшое расстояние между кусочками было. Если впритык сделаешь, оно больше сока дает. И как-то это долго. Переворачиваем. Переворачиваем. Можно даже сюда добавить зелень. Любой. Свежий, заморозный. С обратной стороны такие поджаристые. Вкусно. Я один маленький-маленький поела. На соль попробовала. Просто тает ворку. Всего здесь хватает. Я давно такие штучки не готовила. Они не слишком. Масла много впитывают. Хорошо. Нежирные. Открываю на стол. Обед у меня готов. Крышку с капустой открыла. Такой аромат вкусный идет. Обалденная. И по цвету такая коричневая. Как будто сюда добавлена паста томатная или помидор. Я вообще люблю капусту. В любом виде. Обед такой. Получился жареная капуста. Мясо обалденно вкусное. Куриное. А еще я замариновала лук. Здесь у меня соль, сахар, укроп, уксус яблочный и масло подсолнечное. 15-20 минут. Лучок готов. Это к мясу. Капуста. Очень вкусная. Мне понравилась в молоке. Для разнообразия. Вот так иногда можно готовить. Даже не можно, а нужно. Рассыпчатая. Несмотря на то, что я ее тонкой соломкой. Видите, какая. Суперски. И она подхрустывает. Вкус приятный. Очень приятный. Понравилась. Я буду так однозначно ее жарить. Ну, а мясо, я думаю, многие так готовят. Оно просто тает во рту. Кусочек большой разрежу. Ломается. Внутри мягчайшее. А с капустой в прикуску. Бомбезно, можно сказать. А лоджок еще маринованный. Капуста у меня осталось 500 граммов. Я хочу ее замариновать. Делаю маринад. У меня здесь пол-литра воды. Добавляю столовую ложку сахара. Горочка. Пол столовой ложки соли. Ну, на глазочек, конечно. Один лавровый лист. Четыре перца душистого. И 50 граммов уксуса. 9% взяла. На огонь. Довожу до закипания. Минутки-две прокипит. И потом сразу буду заливать горячим маринадом. Здесь у меня одна морковка. 150 получилось по весу. Три чеснока. Морковь я натерла по-корейски. Перемешаю. Маринад закипел. Убираю и сразу заливаю капусту с морковкой. Тарелочку. И банку. Грузик такой сделаю, чтобы капуста вся была закрыта маринадом. Она прям хорошо закрывается. Оставляю на столе полностью до остывания. Это до самого вечера. Вечером уже можно попробовать, если нормальную есть. А холодную под крышку закрываю и в холодильник. Все, на следующий день уже точно она будет готова. Всю капусту в дело применила сегодня. Небольшой вилочек. И потушила, и замариновала для салатиков. А ты сейчас залез туда. Ну ладно, вылезу.